Пророк запрещал нам вред невинным людям причинять. Баузер, камни снимай под другим углом для большего эффекта. Этой пропаганде нужен стиль, иначе меня засмеют. Послушайте, друзья, я получаю от вас множество сообщений. Вы просите меня ответить этому человеку. Ответь ему, ответь тому. Они ненавидят ислам, они ненавидят мусульман. Но давайте будем честными, они не хотят дискуссии. Они выкладывают эти видео, чтобы стать известными и популярными, повысить свою самооценку и хоть как-то разнообразить свою скучную и унылую жизнь. Нам не подобает отвечать всем подряд. Почему я так говорю? Посмотрите на жизнь пророка, саллиллаху алейху ассалям. Одна женщина написала стихи о пророке, алейху ассаляту ассалям, оскорбляя его, насмехаясь над ним, говоря плохие слова и плохо отзываясь о нем. Она назвала его Музаммам, что по сути противоположно имени Мухаммад. Мухаммад означает восхваляемый, а Музаммам означает оскорбленный. Так вот, к пророку, саллиллаху алейху ассалям, пришли сподвижники, сказали, ты должен ответить, ты должен ответить. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, посмотрел на них и сказал, та женщина говорит о каком-то человеке по имени Музаммам, а меня зовут Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям. Это стихотворение было не о нем. Так почему же он должен отвечать? Эти люди говорят не о нас. Мы продолжаем быть мусульманами, мы продолжаем распространять послания о мире, и мы игнорируем этих людей. Поскольку Всевышний Аллах сказал в Коране, рабы милостивого те, которые скромны в земном мире, ходят спокойно и с достоинством, и когда глупцы порицают их, они оставляют их, говоря слова мира. Говорите слова мира, продолжайте идти дальше, игнорируйте хейтеров. Есть еще другой известный случай, связанный с пророком, саллиллаху алейху ассалям. Он сидел со своей женой Аишей, да будет доволен ее Аллах, и был чем-то занят. Мимо них проходила группа людей, которые сказали им, «Сам алейкум, да постигнет тебя смерть». Пророк, саллиллаху алейху ассалям, просто посмотрел на них и сказал, «Алейкум, и вас». Аиша была так расстроена и разгневана их словами, что ее охватил гнев, и она сказала, «Да постигнет вас смерть, и да падет на вас проклятие Аллаха». Она очень и очень разгневалась из-за того, что произошло. Но пророк, саллиллаху алейху ассалям, посмотрел на нее, подал знак успокоиться и сказал, «Аллах любит мягкость во всех делах». Она сказала, «Разве ты не слышал того, что они сказали тебе только что?» Он сказал, «Да, а разве ты не слышала того, что я им ответил?» Понимаете, вот так мы и должны отвечать этим людям. Пусть их слова не задевают вас, не позволяйте им влиять на вас и сбивать с толку, не позволяйте им зародить у вас стыд из-за своей веры. Наоборот, гордитесь тем, что вы мусульмане. Игнорируйте хейтеров. Собаки лают, караван идет. Давайте будем подавать хороший, позитивный пример того, кто такие мусульмане на самом деле. И напоследок хотел затронуть еще один момент. В Коране Всевышний говорит, «Отклоняй зло, и тогда тот, с которым ты враждуешь, будет твоим близким другом». Приводя этот аят, я прошу всех вас отвечать хейтерам, добром. У пророка, саллиллаху алей вассалям, были ужасные враги. Сафуан бин Умайя, Абу Суфьян, Икрема ибн Абу Джагль. Все эти люди приняли ислам, несмотря на то, что в прошлом они ненавидели ислам и вредили посланнику Аллаха. А никто не может знать конец человека. Давайте сделаем дуа этим людям. Пожелаем им всего наилучшего. Но в то же время, когда дело доходит до невежества, и всякие клоуны несут вздор и чушь, они ведут себя как глупцы, так назвал их имам Аш-Шафии. Не позволяйте этим людям задевать вас. Не отвечайте им. Ведь поистине, молчание – это и есть ответ. Движения – это и есть ответ. Продолжение следует...